Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного топ-шоу. На Олимпе сидели Черный Мак и бывший участник проекта Георгий Малиновский, Кристина Дерябина и Ирина Александровна Агибалова. Также на съемки пригласили психолога, это уже стало традицией. Она разбирала тему совместимости в сексе на примере Кати Король и Дениса Козловича, а также Оли Рапунцеля и Димы Дмитренко. На топ-шоу обсудили отношения в паре Марины Африкантовой и Андрея Чуева. Марина все-таки согласилась дать Андрею полтора миллиона, которые он просил у нее на стройку. В итоге оказалось, что деньги ему были не нужны, это была очередная проверка для Марины. Еще одна тема топ-шоу – треугольник Алекс Гулеев, Руслана Мишина и Колян Должанский. Недавно сообщалось, что Алекс отказался лететь на Сейшелы и потерял обещанные ему организаторами 100 тысяч рублей. Алекс якобы не захотел играть на камеру третьего лишнего в отношениях Руслана и Коли, он остался честен перед коллективом и самим собой. Ребята на поляне поддержали Алекса, Саша Артемова даже передала ему свои личные 50 тысяч рублей на лечение брата. Но тут выступил маг Гоша Малиновский и предложил помочь Алексу и дать ему 500 тысяч рублей, чтобы тот все-таки полетел на Сейшелы к Руслане. Алекс не выдержал такого искушения и согласился. Он предложил вернуть Артемовой 50 тысяч рублей, но Саша отказалась. А на Сейшелах Коля продолжает баловать Руслану, он выпрашивает у нее прощения. Он написал «Идут к примирению наши отношения с Русенькой Мишиной. Русечка приняла сегодня от меня большой букет розовых роз, сходила на романтическое свидание. Я стараюсь во всем соответствовать Русиным пожеланиям». Катя Король и Саша Харитонова подрались. Совсем недавно девушки были лучшими подружками и устраивали совместные фотосессии. Но Саша решила пригласить Дениса на дружеское свидание. Катя разозлилась и налетела на Харитонову, стала ей выдирать волосы и разбила голову соперницы несколько яиц. Саша заявила, что драки это не женское дело, что Катя потеряла уважение к самой себе, а вот для Харитоновой приглашать на свидание чужих парней – это норма. Андрей Черкасов уехал с поляны по делам на пару дней. Он оставил Косте Иванову самое дорогое, что у него есть – любимую дочку Моню. Подписчики удивлены, почему Вика Романец не забрала с собой животное, когда уходила с проекта. Видимо, собака Вике не нужна была только ради пафоса. Она никогда и не заботилась о ней. Подписчики постоянно спрашивают Алену Водонаеву, когда же у нее состоится свадьба с ее бойфрендом Антоном. Но девушка не спешит связывать себя узами брака. Она пишет «Я знаю, что штамп в паспорте ничего не меняет. Тем более не хочу пышного торжества, все-таки не первый раз выхожу замуж». Антон предлагал тихо расписаться, а потом улететь куда-нибудь. И мои родители поддерживают эту идею. Но, скорее всего, Алена просто не уверена в своем бойфренде, ведь они очень часто ссорятся и однажды размолвка даже привела их к расставанию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!